Добрый день! Вас витает информационная служба телера до компании Гомель. В студии для вас працует Евген Паболовец. Подаденных на сегодняшнюю ранницу в делу в детерминовом голосовании по выборах депутатов Палаты представников Национального схода Республики Беларусь приняли коля 40 тысяч человек. Это прикладно 3,5% выборщиков. Основный день выборов 11 вересня. Дотерминовое голосование пройдет до субботы у Клюшна. Участки працуют с 10 до 19 годин с перепынком с 2 до 4 дня. Как проголосовать, при собе необходимо иметь пашпорт. Подойдут посвящения держслужащих, военный и студентский билет, водительские правы, пенсийное посвящение, доведка из Министерства внутренних справ, когда пашпорт сгублен и обоз находится на замене. Загадя голосуют те, кто по собистых причинах не смогут это заработать у основный день выборов. Традиционно это дашники, студенты, люди, которые 11 вересня будут находиться на працовном месте. Значительное число людей, которые задействованы непосредственно в организации избирательного процесса, то есть в день выборов будут отсутствовать. Это работники силовых структур, которые сегодня задействованы на охране общественного порядка, на охране избирательных участков. Это и члены участковых, соответственно, окружных областной избирательной комиссии. Вот, в частности, я, как председатель областной комиссии, тоже буду голосовать досрочно. Протягиваем выпуск. У докладницы ликвидовать причины порушения у правил техники безопасности в областном комплексе. Это главная задача месячника безопасности, которая сейчас проводится на предприятиях Галины. Кто виноват в том, что с начала года на уводимых на территории в области объектах загинули уже четыре человека, высвятлял Олег Сентяров. То, что ситуация с дисциплиной у будильничьих Галине изменяется в лучший бок видовочно. Когда еще несколько лет тому, те же сказки, даже при их наявности, будильники практически не выкористовывали, то теперь это обовязковая умова. Да и выпить бутылку того же вина подчас обеденного перепынку, теперь это очень редкое выключение. Разом с тем, несчастные выпадки у будильництвы, минавитое состояние алкогольного опьянения, все еще означаются, по этой причине сегодня практически в усих рекомендациях, которые выдаются будильникам, обовязковое потребование, узмацнеть медицинский нагляд за работниками, хоть повышенная увага часто потребна и за цвярозами специалистами. Порушение элементарных правил техники безопасности, бедай головная причина несчастных выпадков. Препятствия, как канава, веру, вместо того, чтобы обойти, он постарается спрямить перепрыгнуть в итоге травмы, или же проем опасный, обойди ты его, ограждение стоит. Нету. Ящедная причина несчастных выпадков у будильництвом комплексе слабый контроль сбоку керовников, яке знаходится непосредственно на объектах, хоть обвинувачивать только их, усе ж таки нельга. Комиссии, яке контролюють ситуацию заховой працы, констатують, у некоторых организаций экономить навет на самом необходном, починаючи от спецадения до тех же страховочных поясов. Ящедная тема для обмеркования – бытовые умовы. Не то, якопьяны были незадовольняющими. У так званых бытовках и холодильники знаходятся, и микрохвалевые печи працуют, и пятная вода привезена. Разом с тем, усе, это поели кибрахунку, вчерашний день. Сегодня для будильников уже установить сборщенные пересочные комплексы, где продвигли жена усе от душевых до мини-буфетов. Для организации деятельности такого комплекса вводится специальная посада, что дозволяет тому же прорабу заниматься только непосредственно своими обовязками. Прораб не отвечает за этот комплекс. Он пришел, он отвечает конкретно за процессы производства, которые находятся пообъектно. А так ему еще приходится заглянуть в каждое бытовое помещение, проверить и огнетушитель, и микроволновку, и рукомойник, и воду. И это все наличие. С початку этого года в бытовнишем комплексе Гомельской области зарегистровано семь несчастных выпадков, четыре за яких со смиротным заходом. С уликом того, что за весь минулый год загинувших было трое, ситуация выглядая не самым лепшим чином. Задача проводимого месячного безпеки выявить и ликвидовать причины порушений. Недзи для этого придется уклассить достатково значные сродки, але уже зараз видовошна, что основная проблема у так званым человечем факторы. Закономили, посподевалися на авось, те просто забылися об нечем соправдыважном. Цена питания, здоровье и житие людей. Алексей Тюров, Валерий Копанько, телерадиокомпания Гомель. Пожар на площади 100 квадратных метров, некольки потерпелых. Так, по плане проводились обучения Министерства по надзвучайных ситуациях на фабрице «Герой працы» у Добруши. Отпрацовывались суместные деяния с персоналом по забеспечению пожарной безпеки на предприемстве. Максим Савин расскажет по дробям с ней. Сегодня на фабрице «Герой працы». Працует тысяча человек. Вытворшись по первой картона пожаронебеспечная. Тому тут важно иметь не только все необходные сродки для тушения пожару, а леи подрехтованы до надзвучайных ситуаций персонал фабрики. Совместно с Добрушским МЧС сегодня проводится противопожарная тренировка, целью которой является определение и отработка методов и навыков пожаротушения. Это первая цель. Вторая цель – это взаимодействие как самих работников, так и взаимодействие с работниками МЧС. История тренировки такая. У складским помешканья вытворшись, где вырабляется папера, где находится 200 тонн паперы, отбылося узгорание. Подчас ликвидации пожара было заденечено 4 человек из лику работников фабрики. 20 супрацовников МНС и 5 аутоцистерн, так само машины худкой допомоги и милиции. Двум умовно потерпелым оказывали допомогу в медпункте. Умовно потерпелого мужчину вынесли супрацовники МНС с цеху и передали урочам худкой допомоги. Было отработано несколько чрезвычайных ситуаций различной направленности. Также по ходу учений было отработано несколько водных. Такие учения, в общем-то, необходимы как для повышения боеготовности наших подразделений, так и для навыков работников предприятия. Цель учений достигнута, все справились с поставленными задачами. Евген Поболовец, Максим Савин, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня в областном музее военной славы отбылся ритуал принесения присяги супрацовниками подразделения Управления Державного комитета судовых экспертиз Республики Беларусь по Гомельской области. Четыре выпускники следча экспертного факультета Академии Министерства внутренних справ будут проходить службу в Жлобинском, Будокошелевском и Мазырском отделах. Задача экспертов – выявление на место злочинства доказов и допомога следшему расследованию карминальных справ. Принятие присяги – это один из важнейших офицерских ритуалов. Это торжественная клятва офицера, сотрудника Государственного комитета судебных экспертиз. Всего же у нас аттестованных сотрудников порядка 160 человек на территории города Гомель и Гомельской области. Мы обучались в Академии, это непосредственно по специальности судебной экспертизы, и поэтому нас подготовили в полной мере применять научно-технические средства нового поколения мы умеем. То есть, какие бы нам ни предложили, мы разберемся, и у нас все получится. Областный этап республиканских проекта – открытый диалог, прошел сегодня в Гомеле. «Держава и молодь» в партнерстве – залог поспеху. Так учала тема встречи, организована Гомельским областным комитетом Белорусского и Республиканского союза молоди. Официйным мероприемством назвать было «Нельга». Отчувалась атмосфера с оброской встречи активистов БРСМ, представников областной улады и столичных экспертов. За полторы години у дельники поспели обмерковать шмат питаньев. У тем лику будущие выборы, с напомином реализовать свое гражданское право, бурное обмеркование выкликали питанье корысти и шкоды социальных сеток. А так само с прежней тенденцией «child free» – «адмова от деторожения». По раннейшему складанной засталася проблема продухеления злоуживания спиртным молодю. Прогучала пропанова увесть из обороны на продаж алкоголя до 21 года. Увагаля, по словах юных активистов и керовнистов Союза молоди, диалог отрымался конструктивным и плённым. И спикеры, и молодёжь, наверное, вполне себя реализовали. Молодёжь своими вопросами и инициативами, которые были услышаны, на которые они получили очень избирательные ответы, и инициативы, которые от них поступили, вполне могут иметь своё продолжение. На подобного рода мероприятиях мы не то, что не боимся высказывать своё мнение, мы хотим его высказать. И я думаю, что в тот же обком ВРСМ после сегодняшнего мероприятия поступит ещё немного новых предложений, потому что мы очень многое взяли себе на заметку, в том числе и мои коллеги, и я. Молодёжный совет областного обеднания профсоюзов инициовал акцию под назвой «Молодь-першокласснику». Сегодня канцелярские приналежности и солодкие подарунки отрымали наученцы 67-й Гомельской школы. Уся год до початку нового научального года Гомельское областное обеднание профсоюзов оказало допомогу каля 10 тысячам школьников региона. А локи, шипки, пеналы и иншие необходные для учебы речи отрымали дети сашмаддетных и неполных семьев. На набытье школьных приналежностей до нового научального года профсоюзного бюджета выдатковали больше 4 миллиарды недоминованных рублёв. И вот с новой инициативой выступил Молодёжный совет. Акция «Молодь-першокласснику» сегодня стартовала у середней школы номер 67 у города Гомеля. Далее она пройдет у инших научальных установок в области. Молодёжный совет вышел с предложением. В течение сентября месяца посещать учреждения образования и вручать канцелярские принадлежности, сладкие сувениры первоклассникам, поздравлять их с учебным годом, но особое внимание чуточку больше деткам, которые оставшись без попечения родителей. Сегодня мы вот в учреждении образования в 67-й школе. Первый раз, надеюсь, наша акция будет иметь продолжение. До инших тем. Гомель рыхтуется до дня города, так само 8-го международного фестиваля хореографичного мастерства «Сожский карагод» и турниру по бальных танцах «Золотая рысь». Мероприемства будут протягиваться три дни – 16-го до 18-го вересня. Наши корреспонденты доведались об некоторых секретах, которые рыхтуют организаторы. Организаторы обещают, что этот день города будет вызначаться своей массовостью, каждый найдет для себя нечто интересное. Основные мероприемства будут в субботу, 17-го вересня. И к завершениям станет признашены на 22-й годы 10-ти хвилинный фейерверк, который отбудется сразу в 5-ти кропках Гомеля. При этом у вход практически на все мероприемства Дня города будет бесплатным. Купить билет придется в приватности на концерт Московского театра танца «Гжель», который пройдет в областном громадско-культурном центре в субботу. А также пятничное открытие на центральном стадионе и в все мероприемства турниру «Золотая рысь». Кошт билетов на опошне складывается в среднем крыше больше, как 10 рублей, но тут действительно есть на что поглядеть. Так как мы подняли рейтинг мероприятия, то уже заявили те коллективы, которые в топе 10 лучших в России, в топе 50 лучших в мировом первенстве чемпионатов. Поэтому, учитывая, что заявки поступают, я думаю, что и возрастной ценз от 4 до 60 мы расширим и увеличим количество престижных парк. В этой самой массовой, по часу Соржского карагуду, станет церемония открытия свята. У шоу на центральном стадионе будет заденечено около 3000 человек. В эти дни на разных пляцах Гомеля проходят репетиции, по яких можно мерковать об особенных элементах постановки. У весь сценарий у Гомеля по коль ведутся у сего несколько человек, а тому интрига будет заховаться до последнего момента. Докладно вядомо, что глядаршоу будут задевлять как экзотичными номерами, так и сущасной хорографией. Удивлять будем экзотическими коллективами новыми, которые прибудут к нам на фестиваль. Это из Африки. Шотландская будет звучать, музыка, танцы. Будем интересно делать с нашими студентами композиции, поточные упражнения. Будем рисовать эмблему из числа наших участников. Как бы живая картинка будет присутствовать. Ну и, конечно же, каждый раз какие-то новые сюжетные идеи должны воплощаться и иметь место в этом празднике. И я думаю, это будет. Олег Шенчуров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, Телерадио, компания «Гомель». Даравший пропадрихтовку до фестиваля «Сожский караход», сегодня пойдет размова в программе «Диалог». Гостем студии станет режиссер, постановщик свята, директор Гомельской детящей хореографичной школы мастерства, заслуженный работник культуры Республики Беларусь Петр Свярдлоу. Глядите «Диалог» у промым эфиры на телеканале «Беларусь-3» сегодня в 19.01.20 хвилин. Номер телефона у студии 77, 68, 45. Я в спорте. У боксеров почался новый споборницкий сезон. У Гомеля проходят Олимпийские дни молодец ся род спортсменов 1999-2000-х годов народжения. Усяго в споборницках принимают удел 60 спортсменов з усяго региона. До финалов яши далека, однако на рынку залы бокса областного центра Олимпийского резерву одиноборствов «Страстики-5». На областные Олимпийские дни молодец приехали лепшие боксеры. А когда уличают, что это споборницкий параллельно носит статус первшинства в области, становится заразумело. Сталки высокие. Пераможцы у конца вероятствия отправятся на споборницкие, которые уже будут сносить статус республиканских. И это так само повышает градус соперництва. Завтра в программе Олимпийских дн молодец, полуфиналы. Пераможцы вызначатся 9-го вересня. Есть ребята хорошие, участники, призеры первенства Европы и мира здесь боксируют. Поэтому думаю, что в областях все пристанет на первенстве республики хорошей командой. Эти инши новины вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvergomil.by. На этом выпуске завершен. У студии працавал Яген Пабаловец. Усяго доброго и до встречи в эфире.